Да, это нужно нам для отчетности. Итак, мы начинаем семинар. Семинар будет посвящен смыслам, плюсам и какие-то, так сказать, сверхвозможности объектно-ориентированного программирования. Предполагается, что, конечно, здесь на семинаре соберутся те, кто, конечно, может быть, что-то и понимает, и представляет, но, может быть, даже и вообще про объектно-ориентированное программирование только где-то слышу. Поэтому давайте попробуем, давайте разберемся, посмотрим и какие-то положительные моменты оценим. Итак, семинар буду проводить. Я, преподаватель центра, специалист Кораблин Александр. На этом слайде, если будет желание, что они листаются. На этом следующем слайде, если будет интересно что-то прочитать, ну, проще зайти на наш сайт, и по фамилии преподавателя, там вся информация, естественно, выложена. Ну, коротко введу программирование, разные, очень достаточно разные программированные языки. О нашем центре, наверное, разумно тоже будет почитать на сайте, поэтому давайте мы сразу перейдем и в дело. Итак, первое, что хочется показать и рассказать про объектно-ориентированное программирование, что это будет просто. Это надо, значит, с чем-то сравнивать, да, потому что, что значит, как? Может быть, кому-то и это покажется сложно. Все относительно. Поэтому давайте посмотрим. Под рукой тут оказалась Visual Studio. И сейчас я попытаюсь, допустим, вы, желание сделать проект, причем с интерфейсом, под неоперационную систему Windows, соответственно, сделать какую-то программу с пользовательским интерфейсом. И, нажав, допустим, на кнопку «Новый проект Visual Studio», я здесь вижу, что у меня есть среди языков, хорошо мне известный, C, C++. И, пожалуйста, видите, Windows, Desktop Application. Ну, консоль это в командной строке, а вот это, да, у нас получается, Desktop Application. Я говорю, да, конечно, я же хочу под Windows программу с интерфейсом. Естественно. Прекрасно. Значит, нажимаю на эту кнопочку, вот, которая здесь, Windows Desktop Application, выбрал проект, нажал «Ок» и заготовочку проекта мне сейчас все изгенерирует. Ждем. А может уже... А, нет, еще кинерировал. Ждем несколько секунд. Так. Вот. Давайте посмотрим. Давайте вначале запустим, потому что, может, где-то, если оно и не работает, что на это смотреть. Нажимаем «Запуск программы». Так, у меня фокус переведен сюда, да. Нажимаем «Запуск программы». Она там компилируется. Скорее всего, сейчас посмотрим, у меня на другом экране запустился. Если я ее перенесу и выключу, и еще раз нажму «Контроль-В5», она запомнила. Она не запомнила. Смотрите. Вот то, что мы сейчас с вами видим, будет иметь вот такой внешний вид интерфейса. Формочка на экране, по сути, главное окно нашей программы. Есть стандартные системные клавиши, несколько смешных пунктов, меню, которое абсолютно не реализовано. Ну, и в общем, вы видите, все остальное пустое. Не, программа, конечно, это... Она какие-то команды воспринимает. Вот можно свернуть приложение, да. Видите, развернуть можно приложение. Нужно на весь экран сделать, естественно, и даже закрыть. Но то, что мы видели, практически пустой интерфейс. Вот обратите внимание код, который эту программу создал. Начиная вот с этой строчки. Здесь всего один файлик. Если посмотреть, в этом проекте всего один, собственно говоря, файлик. Вот он, основной, вот этот вот, который мы сейчас видим на экране. Если здесь начать разбираться и посмотреть разные функции, которые написаны, которые сделаны, что-то там вызывается, создается и так далее, где-то все это с учетом даже, может быть, комментариев, которые важны, кстати, потому что они описывают, что за параметры в эту функцию передаются и так далее. Но все это в целом, обратите внимание, да, вот еще только сейчас закончат, ну, где-то, наверное, порядка двух страниц достаточно непростого кода. Этот код используется и на пи, и на процедурном языке си создает тот интерфейс, который я вначале запустил и показал. Просто для того, чтобы вы оценили, когда мы еще читали в некоторых курсах про этот, рассказывали, вот эту вот программу и что вообще из себя представляет архитектура процедурного программирования под Windows, где-то два часа у меня уходило, чтобы вот про это рассказать достаточно подробно с объяснением архитектуры, взаимодействием этой программы и операционной системы Windows, ну, где-то вот примерно, да, два часа. И, ну, я, может быть, даже что-то здесь немножечко показываю, делал, но вы же понимаете, что если такое начало программирования, то здесь каждую мелочь придется вот создавать и реализовывать вот так же кодом, не коротким, и совершенно непростым. Это процедурный программирование. Теперь с чем мы будем сравнивать? Этот проект мы закрываем, close, и попробуем сделать альтернативный, но уже использовать другой язык, главное, что он не просто другой язык, новый проект, главное, что это объектно-ориентированный язык. Мы будем использовать C-Sharp. Можно было сделать на Java, это для меня не так принципиально, но просто вот все, чтобы не выходя из одной среды, вижу. Хорошо, вот она, вот C-Sharp, здесь есть у нас Windows, Windows-приложение, и, например, я вот беру достаточно вариант такой классический, Windows Forms, Windows Forms. Так, мне предлагают сделать проект, в какой-то там папочке, нажимаю ОК и ждем, ждем, когда сгенерирует и этот альтернативный проект. Ну, размер формочки я могу здесь сразу уменьшить, это не важно. Важно другое, запустите, посмотреть, Ctrl F5 запускается, вижу, с другими проектами. Ctrl, о, сейчас опять не хочет, но мы закроем Ctrl F5. Нет, они вот прям любят на соседнем мониторе появляться, поэтому мне придется каждый раз переносить. В принципе, программа чисто внешне выглядит, ну, практически так же. Меню, рамочка меняется, здесь есть, немножко неправильно сказал, здесь есть только системные меню, видите, да, то есть свернуть, развернуть, я не буду нажимать, они работают, естественно. Ну, там вот этих вот простеньких там файл, что-то какие-то были, два пункта в меню, здесь их нет. Но, в общем, выглядит так же, согласитесь. Однако, давайте посмотрим на код, который стоит за этим внешним видом. Вот, пожалуйста, у нас есть один файлик, который называется там каким-то программ, и в этом файлике точка входа имеет некоторую постоянную настройку, абсолютно стандартную, то есть, если, конечно, что-то у вас есть дизайнер, и он захочет поменять, может быть, сюда придется влезть и добавить каких-то конфигурационных параметров, но это не есть то, что мы видим, это не есть интерфейс, это просто конфигурация. А вот интерфейс, он вот за этой формочкой откроется, если мы попросим показать нам код. Вот смотри, видите? Вот он. И что здесь? Вы скажете, а что здесь? Вот я и о чем и говорю. Ничего здесь нет. Вы видите? То есть, получается, что код, который у нас присутствует, он состоит буквально там из трех строчек кода, получается свой собственный объект, вот он в программ файл создается, new form1, и он запускается. И вот этот объект, который мы здесь видим под именем форм1, он, по сути, внутри себя содержит вот эту всю реализацию, которая на экране. То есть, технически, наш код, он практически пуст. Он содержит несколько строк стартового, несколько строк, чтобы создать объект, и все. И оно так же выглядит, как две страницы на сикрутого текста. Но простота еще и не в этом состоит, а в том, что здесь, имея готовые объекты, вот я сейчас переключусь на страничку дизайна, у нас все элементы пользовательского интерфейса, абсолютно все элементы пользовательского интерфейса, они являются объектами, это же объекты ориентированного программирования, они являются объектами. И эти объекты, они имеют визуализацию, допустим, можно открыть панельку под названием Toolbox, где мы можем все необходимые элементы увидеть, просто глазами их можно увидеть. Допустим, я говорю, ну вот, мне нравится, мне нравится, мне нравится. А что мне здесь может нравиться? Windows, Forms, какой-нибудь. Допустим, я захожу какие-нибудь отображать данные. Не вижу, куда этот компонент делся. Как-то обидно. Их столько много, что иногда и не просто найти. Так, контейнера, т.е.то, дата, дата, компоненты. Вот, дата грид. Вполне себе приличный компонент, который нам пригодится, например, если мы захотим отобразить какие-то данные в табличном виде. Смотрите, я просто его взял сюда, добавил, при этом весь необходимый код для данного объекта был сгенерирован. И чтобы в интерфейсе можно было что-то выбирать, нажимать, какие-то там, ну да, еще можно добавить элементы управления. Например, вот этот элемент управления позволит выбрать дату. А вот этот элемент управления позволит кнопочку реализовать с достаточно стандартными возможностями. Вот, это объектно-ориентированная среда, библиотека с языком, который это поддерживает. И я могу создавать, вы видите, да, интерфейсы, если у меня есть дизайн, практически визуально. Код не изменился. Это стартовый код. А здесь? Но здесь что-то было добавлено. На самом деле это было в сгенерированном коде добавлено. Поэтому, так как я от себя ничего не написал, то даже моих два файла, которые мы до этого открывали, смотрели, они чисто технически остались теми же самыми. Нет, есть, конечно, сгенерированный дизайнером файлик, но это, в общем-то, как бы не наша проблема. Я драгондропом пользуюсь, а он так что-то генерирует, создает объекты, их минициализирует, настраивает, конфигурирует. И все это за кадром. Контр.rf5 запустил программу. Пожалуйста, вот то, что я сделал. Вы бы на C, чтобы это реализовать, вам пришлось бы изучить половину WinAPI и научиться пользоваться теми возможностями, которые там есть. А потом выяснилось, что элементы, которые мы создали, они же ведь не просто для красоты, они должны работать. Давайте проверим, работает здесь или нет. Вот видите, открывается, я могу выбрать дату. Он уже работает, он уже готов и настроен. Мне нравится год, можно отлистать. Промазать. Видите, вот, пожалуйста, город, сколько это октября. А это кнопочка. Ну, пока вроде как бы видно, что она, вот видите, как там фон у нее меняется, когда я по ней клипаю. То есть, что говорит о том, что она как элемент создан и живая. Но работает ли она, работает ли она, вот в чем вопрос. Смотри, последнее, что я покажу из раздела просто. Вот она кнопочка. Я выделил ее в дизайне и два раз по ней клипаю. Нет, конечно, можно обработку на события сделать и с помощью специального интерфейса, который здесь есть. Но то событие, которое наиболее частое и полезное, оно просто вот так двойным кликом реализуется. Пожалуйста, я эту дыру, чтобы не мешало. Вот появился, видите, дополнительный метод с каким-то там странным названием. Но можно поменять, если в дизайнере покопаться. Можно и в дизайнере, можно и руками. Но мы сейчас этим заниматься не будем. Важно то, что вот этот код, который мы вот здесь можем в этом методе писать, он уже связан с событием клик по кнопочкам. И мне не пришлось как-то это специально, программно, да, у себя реализовывать, искать какие-нибудь необходимые где-то вызовы, подключения, взаимодействия. Все у объектов сделано, у этих удобно, комфортно, чтобы я мог просто брать и пользоваться. Взяли и воспользовались. Вот мы получили вполне приличный интерфейс. Ну, это если бы был дизайнер, не забывайте, да. А так, конечно, мы просто создали интерфейс, пока заготовка, может быть, нажимается, куда она денется, видите, нажимается. Но мы там не делали, чтобы она еще каким-то образом работала. Так, хорошо. Следующий момент. Ну, это вроде как бы совсем простенько. И мы проверили, работает. Так, сейчас я отмечу, насколько человек, потому что у нас подключился, кто-то, а, 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 так, или я вижу. Так, ну, мало ли, подключились, почему я отмечу. Ответил. Так. Следующий момент. Идем вперед. Это надо закрыть. Он будет выше. Быстро. Ну, скажешь, ну, то, что мы сейчас сделали, ведь быстро же. Ну, как бы да. Как бы да. Но имеется в виду подскоро, быстро имеется в виду разработка какой-то бизнес-логики. Потому что создание интерфейса из готовых объектов, да, это действительно, это действительно мы видели просто и удобно. А вот насколько здесь будет легко написать свою бизнес-логику? Давайте попробуем что-нибудь реализовать в плане бизнес-логики. Значит, что мы попытаемся сделать? Наверное, я думаю, все, большинство из вас, слышали, что есть такая замечательная вещь, как веб-сервисы. И какая-то любая, да, вы сами у себя на предприятии, так как угодно, можете эти веб-сервисы реализовывать. Веб-сервисы из себя представляют код, написанный на Java, на C-Sharp. Там достаточно много языков, которые поддерживают программирование, разработку самих веб-сервисов. И веб-сервис – это серверный код. Он находится на сервере, его по сети можно, да, заставить для вас работать, выполнять какие-то задачи. То есть процедура взаимодействия с веб-сервисом, она состоит в чем? Мы должны по сети подключиться к веб-серверу. Мы должны туда отправить правильно отформатированный запрос по протоколу HTTP и сказать, что вот мы хотим получить такие-то, такие-то, такие-то данные и описать все это в этом запросе, используя к самой информации. Если мы обратимся правильно, отправим правильный файл, там на сервере что-то произойдет от нас, спрятано за сценой, и нас это сейчас совершенно не волнует. Главное, что нам обратно же отправят ваши книги для ответа, и мы получим наши данные. Вот, все очень выглядит красиво. Я даже не знаю, я не очень представляю, сколько сотен, а может быть и тысячу строк кода придется написать на C, если вы захотите передавать отформатированные XML данные по протоколу HTTP, и потом обратно, получив ответ, заниматься тем, что вы должны будете все это распарсить и так далее. Это действительно будет серьезный труд. Вам придется много узнать, научиться пользоваться, и это будет не просто не быстро, это будет очень долго. Альтернативный вариант. Давайте попробуем альтернативный вариант, насколько это бизнес-вотика доступна нам здесь. Первое, что нам придется сделать, это зайти на сайт. Сейчас я наберу его. Так, только у меня тут... Сейчас я перетащу на другой монитор. Как только он откроется, открою этот сайт. Вот, нашел сайт. Хороший сайт. Главное, что у них есть... Если внизу это помадает, там есть такая ссылочка «Технический ресурс». Они ведут как раз к веб-сервисам. Именно это то, что нам нужно. Веб-сервис не пользователь на экране браузера, да, использует. Веб-сервис – это код, который нужен другому программному коду. Так что нажимаем на «Технические ресурсы». Да, еще забыл сказать, он бесплатный. В этом тоже большой. Ну, много бесплатных веб-сервисов. Тут, конечно, ничего такого. Нет, что прямо сказать «О, там, какие молодцы ребята». Так, смотрите, вот они. Видите? Веб-сервисы для получения ежедневных данных. Веб-сервис много разных. Нам нужны ежедневные данные, допустим, классические стандарты. Кликаем сюда, это ссылочка. Здесь специально сделана страничка, которая говорит, ну, смотрите, ребята, если вы хотите программно обращаться, вот сюда надо обращаться. Вот, видишь, вот URL – это веб-сервис. А тут дальше описание, чего он делает, как он делает. Это потом, если кому будет интересно, почитает на досуге. Но он действительно работает с XML, все эти, все это работает с XML. Кликаем уже по этой ссылочке и переходим на страничку самого веб-сервиса. Это те методы, которые там реализованы и которые мы могли бы потом вызвать, если сможем подключиться. Чтобы нам уметь с этим, с любым веб-сервисом работать, нужно его полное, подробное описание. Полное, подробное описание. В соответствии с которым мы должны генерировать запрос XML-вский и отправлять его по HTTP. Полное, подробное описание. Вот оно, описание ссылки. Там много методов. Я даже там не считал, сколько их. Поэтому XML – это просто бесконечная простыня. Но здесь есть все, включая в конце. В конце. Здесь есть даже, куда обращаться. Вот здесь есть. Location и так далее, и так далее. Здесь вся информация, куда обращаться. Но самое главное, здесь есть информация, что там, какие методы, какие параметры, кто тебе вернут обратно. Для этого такая большая простыня и пишется в руки, генерируется этим писанием руками, чтобы мы могли со своей стороны, с Кривенской, воспользоваться этим описанием и правильный запрос отправить. То есть, что с этим будем описанием делать? Как что? Себе сохраним его, конечно же. На локальную машину правой кнопочкой Save As нам предлагают так, диск C, пользователи, общее. Например, сюда Daily Info и какое-то расширение к XML. Ну, неправильно. Неумное расширение. Дело в том, что файлик, вот этот с описанием, там где-то сверху есть у него название. Называется Web Service Description Language. То есть, у него расширение должно быть VSDL. PSL. Захарный. Все. Больше мне этот сайт не нужен. Так. Вот оно. Смотрите. Значит, что я сделаю? Папочка общая. Вот он. Daily Info USB Web Service. Смотрите. 152 килобайта. Несладко. Несладко. По размеру. Несладко. Дальше. Этого, конечно, мало. Понимаете, да? Этот файл был бы нужен, если бы мы на C писали. Но разница в том, что там вы будете писать, на C. А сейчас мы попросим объект ориентирования и программирования. Я попрошу специальную интеллекту из этого описания, которое мы скачали, сгенерировать мне объект, который позволит делать запросы и вызовы. Просто один объект. Я его создам, поставлю точку, увижу все те методы, которые были в описании на сайте Центробанка, и любой из них смогу вызовить. Но при этом сгенерированный код сам по HTPP сам правильно форматирует, XML передаст и для меня полученный ответ также из XML вынет, распарсит и вернет в удобную виду. Объект ориентирован, удобный и объект ориентирован. По-разному можно сделать этот... По-разному можно сделать, сгенерировать этот код, но вот я, не знаю почему-то для этого примера, решил воспользоваться вариантом VLOG. Тоже неплохой вариант VLOG-то, да? Значит, что мы сделаем в VLOG? Я сейчас возьму утилиту, Visual Studio, любая версия, она поставляется со своей собственной командной строкой. Это очень удобно, потому что там не надо прописывать пути к утилитам разным, нужным программистам. Так что мне здесь нужны папочки просто начать набирать Developer, Developer, что Гена набирает? Да, Dev, вот он, видите? Developer, Command Prom, Visual Studio. Вот-вот-вот, она мне и нужна. Так, командная строка появилась. Конечно, в эту командную строку, да, я забыл настроить, всегда они эти командные строки сделаны неудобно для тех, кто смотрит. Так, текст черный, он белый. Окей. О, ну ладно, будем считать, что это был просто какой-то ерунда. Можно было покрупнее сделать, но я не думаю, что это принципиально. Естественно, надо перейти в ту папочку, где мы сейчас с вами скопировали файлик VSDL, ну, чтобы поменьше писать, поменьше было не писанины и покороче были имена. Так, перешел в этот каталог. Кто мне будет генерировать необходимый объект? Утилита, который называется VSDL. Понятно, почему он так называется. Файл VSDL содержит описание и утилита называется VSDL.exe, но и записать мы здесь абсолютно необязательно. Что я хочу получить на выходе? Ау, выключай. Файлик C-Sharp my my cbr .csharp У меня же на проект на C-Sharp. Из кого я хочу получить? Это над правильным писать. Это над daily здесь написать. Так, daily похоже? Вроде да. Info тоже похоже. А, не в расширении. Все должно быть полностью. и еще один параметр буковка L двое точие и C-Sharp. Эта утилита может сгенерировать на бейсский код, если хотите. Ну, хотите, нет, вы не хотите. Мы хотим на C-Sharp. Смотрите, то, что мне сейчас, я это пока сверну, вдруг еще понадобится. Вот, что мне сгенерировали. Обратите внимание на размер файла. 256 килобайт. Я, конечно, понимаю, там очень много лишнего, да? То есть, если его писать руками, можно сделать, может, раз в пять компактный. Давайте все равно будет 50 килобайт. А сколько я на него потратил? Но я понимаю, что да, да, я знаю, что там много. Откройте, если будет кому интересно, досуге, вы посмотрите в каком-нибудь, как в чем-нибудь. А мне вот достаточно всего лишь на все нужно его, естественно, подключить к своему проекту. Потому что он пока отдельно. Мой проект, где-то в папочке Project висит, а он где-то тут отдельно. Ну, ничего. Ну, я не знаю, наверное, просто скопирую в руках. Что будет там? Где-то там. Ctrl-C. Вот наш проект. Вот этот, наверное, сюда. Вставить. Все, он сюда скопирован. Но это мало. Для C-Sharp этого недостаточно, то, что мы его просто туда добросили. Нужно его физически. Не просто, чтобы он был к каталке, но к проекту, чтобы он был физически подключен. Поэтому на имени проекта мы нажимаем правой кнопочкой Add. Add. Здесь есть такая опция Existing Item. Он же существующий, он же есть. Поэтому существующий, он спрашивает, Я так вроде это делал. Раз, подключил. И можно здесь открыть, посмотреть. Ну, здесь много, но я бы не сказал, что здесь много комментариев. Ведь, мне, конечно, так быстро нельзя листать код. Но, с другой стороны. Тут много ошибок. Вот еще в чем дело. Тут еще много ошибок. Кстати, тут я даже и комментариях не вижу. Ну, нет, да нет, тут нет комментариев. Просто, на самом деле, может быть, я и не хотел бы вызывать все это. Вот эти ошибки, которые там красным подчеркивают, их очень много, они ни о чем говорят, что у них все подключено. Я же ведь, видите, system.webservice, подчеркивает красным. То есть, не подключен какой-то, какая-то библиотека, что ли, да, получается. Ну, уже сделаешь. Это нормально. Проекты мы делали, как просто формочки на экране, а тут еще подключили веб. Надо сделать это. Надо подключить. На проекте, правой кнопочкой, add, reference. Подключаем еще какую-то библиотеку. Ждем. Там их... Ждем. Так, они открылись. Microsoft. Там была system.web. Вот она, web. Ну, давай, на всякий случай, web. Еще была web. И web system.webservice. Вот, system.webservice. Давайте ее. Окей. А сейчас надо попробовать запустить, потому что она же все компилирует, когда мы нажимаем запуск проекта. Может быть, даже сохранить лучше. И запустить control.fm. И подождать. То есть, если она... Она стартовала. Видите, она стартовала. О чем это говорит? Это говорит о том, что вот этот вот файл, который был сгенерирован, видите, нет красного ничего. Все, что здесь было, мы просто подключим в нужную библиотеку от всех этих проблем, которые, в общем-то, и они не проблемы, просто избавились. Все. Вот время, которое мы затратили на разработку. Готовый объект сгенерированный. Предыдущее, то, что мы брали из библиотеки объекта, этот мы сгенерировали. Это тоже самое объектно-рекиумная программирует. То есть, может, там дальше проблемы? Дальше тоже непросто. Конечно. Там сейчас код придется писать, но еще этого ни разу не делаем. Здесь, да, вы видите, пока все мышки кликают. И в командной строке там набирал пару фраз. Кстати, если кому интересно, что я тут набирал в командной строке, наверное, можно даже сказать, а, нет, не копировать. Ну, да, в конце концов, как работает WSDL, и так-то сложно посмотреть. Класс, который там нам создали, он называется DailyInfo, даже IntelSense его уже видим. Она говорит, давай ему имя. Я говорю, нет, ну, мне не нравится DailyInfo, ID просто, я люблю его называть, покороче. Нужно создать объект этого класса. У него очень простой синтаксис, создание никаких параметров, в принципе, не обязательно ему давать на вход. Все, объект, который умеет работать с веб-сервисом по сети, по протоколу, HTTP, и так далее, и так далее, и так далее, есть, назвали DailyInfo. Надо поставить точку в него. И мы увидим, помните, там очень было много разных возможностей. Вот эти возможности здесь реализованы, видят это, огромное количество методов. Я обычно беру метод, который называется на get, getCourse, курс, валютный курс, getCourseOnDate. То есть, я ему даю дату, а он мне дает валюту. Я ему дату, он мне валюту. Все. Вы скажете, а дату? А дату мы там не случайно, помните, элементик у нас там есть, в котором дату можно выбирать. Он называется DateTime, DateTimePicker. Вот, объект, объект, точка. Я говорю, дай свое значение, которое там у тебя пользователь выбрал. Я хочу его передать, чтобы не вернули. Очень сложно. Что мне вернуть? А можно подскажечку посмотреть. Смотрите, написано слева DataSet. Он говорит, мы вернем тебе что-то такое, что там называется DataSet. Я говорю, DataSet. А что это такое? Ну, в принципе, когда мы его здесь пишем и получаем готовый, в целом, не очень-то и принципиально, да, это объект. Опять же, нам данные, которые получили были по сети в формате XML, оттуда вывнут и переложат в какую-то коллекцию достаточно сложную, которая называется DataSet. Она хранит там. На самом деле, если это очень коротко, DataSet может себе хранить связанные таблицы. То есть, там может быть несколько таблиц со связями. То есть, такая, знаете, как бы вот легкая копия базы данных в оперативной памяти. То есть, можно скачать там пять таблиц со связями. Что-то будет прям даже как в базе. Ну, нам там одну табличку у нас курс эволюции, лучше одна табличка. Важно, пусть будет DataSet. И что с ним делать? А как же, что он с ним делать? А посмотрите, у нас дизайнерский, замечательный интерфейс. Вот этот. Это, как он называется? отображает табличный данный. Грит. Бот. Если я его кликну, то вот здесь вот откроется в окошке свойства, здесь каждый элемент выбирается, и свойства открываются. Вот я открыл грипп, и смотрю, какие у него свойства, если интересно. У него очень много свойств. И, например, я хочу сейчас изменить одно свойство. Допустим, у него свойства, свойства, read on, видите, false. То есть, получается, что по умолчанию настроен так, что данные, которые здесь будут высвечиваться, их еще можно редактировать, и потом, если бы написать соответствующий код, отправлять и сохранять информацию в базе. Обратно. И не надо нам этих чудес. Мы же курсы валют не будем обратно отправлять, если нам они не нравятся в центробанк. Это как-то промечу с нашей стороны. Поэтому выберем read on, read true. Все. Вот она настройка очень важная, допустим, на минувластирование. Но этот объект есть, он называется DataGrid1, и мы ему передадим данный объект. Кстати, обратили внимание, где мы пишем, да? Мы пишем той самой сгенерированный button click, которая связана с кликом на мышке. Я всегда говорю, что задача должна решаться в три строчки, поэтому пишу последнюю строчку. DataGrid, вот она здесь, точка. У него есть то, что называется DataSource. Вот, видите, DataSource. И ему надо сказать, откуда брать данные? Он спрашивает, где данные? Я говорю, вот, сейчас я тебе задам. DataSource равно DS, точка, там коллекция таблиц, их там может быть много, но у нас, там их не одна. К ней можно просто обращаться по ноллеру. И как принято, нумерация в массивах смеляет. Я говорю, возьми первую таблицу, пожалуйста. Три строчки. Сохранить, наверное, разу. Хорошо. Ctrl-V5. Итак, это даст сегодняшний. Ну, и сегодняшний. Я говорю, нет, ну что сегодняшний? Какой у нас там? Удового. 69, 12, 19. Ну, что сегодняшний? Давай мне прошлогодний. 13-е, на 19-е. 64. Ну, 5 копеек. Для нас сформировались. Пожалуйста. Вот он, скорость разработки. Это бизнес-опик. И сколько мы потратим? Есть мы. А код написать того класса, который нам сгенерирует. Представляете, да? Работа на сеть. А мы потратим? Это быстро. Это очень быстро. Потому что объект внутри себя содержит такое огромное количество готовой логики, что это, конечно, все руками реализовывают. Просто слышно. Тем более, это уже все сделано. Почему так удобно и просто получается? Потому что сервисы, стандартные технологии. И как с ними взаимодействовать? Это абсолютно стандартный код, который действительно из записания в SD нужно и все генерируют из записания. И на джава мы его генерируем, когда я на джава какие-то провожу и что-то там делаю. Так. И тоже неплохо. Еще. О! Гибко. О чем здесь подходит? А вот представьте. Так, а я не понял. Я забыл тут ссылочку. Неправильный слайд. Неправильный слайд. Сейчас мы найдем правильный. А куда же я его делаю? Так, 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 так. Семинар. Ну-ка, а это? Гибко. Вот. Пробал тихо. Совсем. Значит, сейчас мы эту ссылочку скопируем и в чат заброшу вам. Почитайте потом на досуге. О чем сейчас пойдет речь? Смотри. Конечно, из готовых объектов генерировать интерфейс приятно. Да, еще раз. Запустим кнопочку. Не будем нажимать. А то там обидцы скажут дос-атака. Поэтому не будем нажимать кнопочку. Мы видим, что она работает. У нас же стандартный элемент. И интерфейс выглядит стандартно. Ну, понимаете, как бы для себя поигрался с делом. Ну, если это внутри конторы, ну, в общем, там, допустим, люди неприхотливые и всем все понравилось. Но если мы собираемся сделать какие-то программы, да, у нас есть внешние пользователи, и тем более, там, если это все делается с оплатой, то, конечно, интерфейс можно было бы как-то и оформить по красивей, не стандартно. Возникает вопрос. А могу сделать свою кнопочку, например? Или какой-нибудь другой элемент управления? Свой. Вот если бы мы начали делать свой собственный элемент управления с нуля, с полного нуля, вы же понимаете? Он должен взаимодействовать с инфраструктурой, которая здесь вот у нас на экране, видите, этих Windows Forms и библиотеки раз. Он должен где-то взаимодействовать, может, с операционной системой два. Он должен взаимодействовать с пользователем, когда мы кликаем по кнопочке три. Он столько всего будет должен делать этот элемент управления, чтобы он выглядел ничем не хуже, чем стандартный. Понимаете? Просто нарисовать тут квадратик, ну, это смешно. Он должен быть рабочим. Он должен быть как все, что вокруг него и не хуже. А может даже и лучше. Зачем мы делаем с нуля? И с нуля это написать? Ну, наверное, можно, если поставить себе задачу, выделить полгода, а то и год. Я думаю, мы бы это потянули. Однако, объект ориентированной программирования предлагает нам совсем иной вариант. Давайте вот эту ссылочку сейчас я в браузер закину, открою ее и перетяну сюда. Смотрите. А, вот это надо закрыть, что она не мешала. Смотрите, что здесь у нас есть. Это официальная документация, даже на русский переведена. И что нам здесь рассказывают? Нам как раз и рассказывают вариант, а как можно сделать свой вариант. Свой вариант. И первое, что мы здесь увидим, когда будем изучать этот код, когда пишется свой собственный класс, кнопочка, custom bug, можно назвать ее как угодно, мы наследуем от класса из Windows Forms. Вот за счет того, что мы наследуем от этого класса, вот эти все взаимодействия, про которые я говорил, с самыми элементами с инфраструктурой Windows Forms, с операционной системой, там, я не знаю, еще с пользователем и так далее, чтобы были у элемента управления кнопочка свойства, события, все как это привычно для любых других элементов управления. Километры и километры кода наследуются нами от вот этого прогибельского класса. Я говорю, вот. А сколько? Нет, может, здесь тоже километр написали? Нет, ну, здесь комментариев много. Они хотят объяснить, что они делают. Но в целом, в целом, вопрос это был задан? Я вот, Виктор, не очень понял вопрос. Вы имеете в виду, кого? Кто экспонат? Windows Forms? Нет, мы сейчас просто говорим про... Мы сейчас просто говорим про объект-ориентированное программирование. Они все языки примерно одинаковые. То, что я показываю на Java, выглядело бы точно так же. И то, что быстро, и то, что просто, и то, что гибко. Это все не относится к конкретному языку программированию. Это все, что я показываю на примере C-Sharp, относится к объект-ориентированному программированию. Все относится именно к нему. Не конкретно к C-Sharp. Просто у меня была под рукой в режим студии, я давно работаю на Java, и у меня она немножко где-то у меня за собой для семинара использовать как иллюстрацию взять из середы или жестовую. Никакого отношения прямого к C-Sharp и умению. Поэтому, что получается? Если да, сейчас могу добавить в этот проект еще один новый класс. Это делается add, 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 new, вот он тут просто есть такой пункт, add class. Мне предлагают как угодно назвать файлик, я могу поменять, но меня устраивает то, что здесь написано, вполне хорошим, класс один, прекрасный. А, значение сюда я возьму, вот это. Все. Упс. Так, сколько там лет скоро где-то? Ну, не знаю. Подсмены на историю. Что там? Что-то лишнее. Класс. А сейчас мы узнаем, когда скопируем. Так. Давайте смотреть. Значит, весь я код скопировал. Весь код скопировал. По скобкам сейчас нужно разобраться. Нет, вроде со скобками все нормально. А все остальные ошибки, которых опять несколько сотен, наверное, они связаны с тем, что мы не подключили, например, вот этот вот библиотеку Windows Forms который мы здесь за магистрами. А, зачем я отсюда копирую? У них же там все есть. У них же здесь все есть. Вот, что надо подключать. Вот эти три дополнительные библиотеки и, собственно говоря, на этом точка. На этом точка. Итак, в новый сгенерированный класс, точнее говоря, заготовку и код взятый с MSDN мы добавили необходимую библиотеку. Все. Вот он код. Смотри. Идея, да, в чем здесь состоит гибридность. В любом объекте ориентированном языке. Опять же, да, Java, C Sharp, C++, механизм, OOP, они везде одинаковые. Вы берете инфраструктурный элемент, наследуйте, наследуйте и переопределяете методы, чтобы изменить поведение. Вот, например, здесь есть метод OnPay, который за счет механизма полиморфизма позволяет нам, наследники, изменить поведение родителей. И вот именно здесь мы можем, да, отработать ту графику, тот внешний вид, который мы, допустим, вместе с дизайнером и специалистами, которые графикой занимаются. Мне это вообще неведомое направление, но для меня все-таки образование мое, это баллонские расчеты на прочность, поэтому дизайн, внешний вид далеко не мое. Но здесь, слава Богу, есть готовый пример, какая-то простинтая версия того, как будет выглядеть наш компонент, есть. Но это наследование, полиморфизм, это одни из основных возможностей объектно-ориентированного программирования. Любого. При этом, при этом, это основная задача этих механизмов гибкости или спичь. Исключить дублирование кода, чтобы вы не переписывали то, что уже есть, и дать вам возможность библиотечный код. Вы не можете влезть в то, как написан класс control. Это библиотечный код, поэтому туда влезть и изменить. Я не могу изменить кнопку, которая на экране, потому что это библиотечный код. А за счет наследования полиморфизма я могу поменять то, как будет выглядеть. Причем, учтите, моя кнопка будет рисоваться, она будет взаимодействовать, она будет работать точно так же, как их нестандарт. но плюс моя графика. Не так уж много строчек кода, потому что это все-таки связано с графикой. Вот здесь вот еще есть функции, которые связаны с тем, что происходит, когда мышка кликает по кнопочке или просто заходит в габарит этой кнопочке. Но это понятно. Все дело в том, что мы же привыкли, когда мы запускаем программу, помните, на кнопочку мышка наезжает, она меняет тон. Как-то пользователю привычно. И это здесь тоже реализовано. Стандартное такое поведение. И это все здесь реализовано. Так, хорошо, сохранили. Саму кнопочку мы сделали, но это далеко не все. Здесь еще надо ее размеры задать. Мне размеры эти не нравятся. Она какая-то у них очень большая. 40, почему-то 30, пусть будет. Все равно будет больше, чем наша. И ее положение location, где она находится. Ну, 50-50 это верхний угол. Совсем не то, что у нас. Давайте глянем, где у нас кнопочка находится. Вот наша кнопочка. Наша кнопочка находится, наша кнопочка находится по ху, по ху находится она в 200, по у находится 415, 415. То есть будет 350, 412, 350. Здесь у нас будет 350, 412. 512. Все, вот это ее размер и положение. На ней будет написано клик хе, да ради бога. Даже да ради бога. Так, последнее, что мы от нее взяли, мы эту кнопочку должны подключить. Подключить. Вот оно, подключение. Здесь пишется создание объекта, какая-то визуализация и все это в конструкторе, в конструкторе нашей формы. И все это в конструкторе нашей формы. Так, есть у нас конструктор. А куда он делся? Вот он, вот он, конструктор. После ниши лаз компонента ниже Ctrl V. Создали кнопочку, какие-то стили настроили и должны сейчас появиться в экране. Я надеюсь. Я надеюсь. Ctrl V. Смотрите, я в кнопочку заезжаю, видите, она меняется. Смотрите, я сюда заезжаю, видите, она меняется. Кликаю по ней. Вот они специально сделали, что когда кнопочка кликается, она просто нажимается, а это, видите, как бы такой эффект они сделали, кнопочка. Ну, они же должны были что-то как-то сделать свою графику. Нет, я бы вообще не смог никогда такого сделать, что-то свое, свою графику. А вот это, ведь, как идея достаточно интересная. Ну, как вариант, как пример, как иллюстрация. Скажите, но она не работает. Что-то, это беда, что ли? Но она же красивая. Это работает. А есть ряд, но красивая. А если бы она еще была и красивая работала, да, вообще было чудо. Давайте попробуем. Давайте попробуем. Так, для того, чтобы она заработала, что мы можем сделать? Мы можем взять эту кнопочку, button1, как объект называется, так назывались, зачем-то заглавные буквы, точка. у него есть событие клик. Именно это событие должно подписать метод. Вот тут. Все. Вот оно программирование. Гибкое. А объект полностью функционален. Причем, так все события не мы в него помещали. Если мы здесь будем искать вот в этом нашем коде событие клик, его здесь нет. мы унаследовали это все 90, я не знаю, там 5% функционала мы унаследовали из библиотечного кода. Но за счет климатизма смогли изменить поведение. Поэтому подписка на событие делается абсолютно стандартно. Любой разработчик, в какой-то библиотеке он этим бы не занимался, он к этому привык. Что на C-шарпе, что на Java выглядит достаточно похоже. Есть метод, надо подписать и указать свой подписчик, свой метод, который будет получать эти сообщения. Итак, что мы получили? Что мы получили? Теперь у нас две кнопочки с одинаковым функционалом, но не будем стандартно убирать на всякий случай, да, вдруг наша новая, красивая, не так хороша. А почему не хороша? Хороша? Доллар 69, да, сегодняшний начинок. Вот, пожалуйста, видите, вот это гибкость. Я использую все возможности инфраструктуры, любой объект на ретирной библиотеке могу на базе, на базе тех возможностей, которые там сделаны, во-первых, их использовать, могу полностью и могу переопределить полностью. Вот это действительно выглядит уже полезно. И это то, что мы называем слово гибкость. Вы скажете, наверное, какие-то есть все-таки здесь какая-то обратная сторона медали, да, то есть понятно, что что-то объект-ориетированное программирование усложняет. Но понятно, что, может быть, это нельзя назвать первой сложностью и трудностью, это сам объект-ориетированный язык, который, естественно, неохранил освоит. Я считаю, что с языками вы разберетесь или мы вам поможем. У нас полно курсов, полно различных, скажем так, и авторских, и официальных, сертифицированных. Я здесь не стал увлекаться и показал только те языки, те направления, которые вот даже далеко, еще и не все, которые я веду. Поэтому объект-ориетированный программированный, да, это раз. Второй момент. Очень велики и нужно разбираться, конечно, в самих библиотеках, потому что любое направление, любая библиотека, будь то Java, будь то там C++ и так далее, они, конечно, требуют понимания архитектуры. Просто так кого-то взять, наследовать и что-то переопределить, должны знать, кто, что, за что отвечает, кого брать. Но для этого тоже существует документация, есть курсы по технологии, что на Java, что и на C Sharp, есть другие курсы, насколько я знаю, и по C++, и по, мои коллеги, ведутся по веб-разработке, тоже самое. Что здесь интересно, я хотел нового представить, потому что достаточно семинар, он позиционируется как еще один интересный момент, который у нас вот сейчас вот, ну, скажем так, не совсем эксперимент, но мы будем пытаться немножечко по-другому, по-другому строить свое обучение. Понятно, что те, кто умеет программировать, они сразу приходят на какой-то объект ориентированный язык, там, допустим, выбирают Java или C++, и уже дальше, освежив или выучив этот язык, разбираются с нужными библиотеками. А те, кто начинает с самого начала, с самого нуля, как им быть? Дело в том, что приходить сразу на объект ориентированный язык и нет никакой возможности. И это потому, что на этих курсах требуется достаточно уверенный навык программирования. И поэтому те, кто идет с нуля, мы им всегда раньше предлагали вот такой путь. У нас есть курс основы, потом C, чтобы научиться программировать, и дальше идешь куда-то. А вот сейчас, обратите внимание, у нас появился новый курс, разработанный мной, называется практику программирования. И в этом курсе 4 по 8 32 клинических часа. Я буду рассказывать только теорию и буду заставлять людей программировать самостоятельно. Я надеюсь, что мне удастся ни строчки кода, не написать самостоятельно. Потому что это достаточно известная ситуация, но когда ты переписываешь код, написанный кем-то, с экрана, с оттуда угодно, практически это тебе не дает никаких навыков и никаких умений. Поэтому практику программирования будет построен именно так. Базовый синтаксис, который можно изучить на C, минус все те ненужные подробности, которые есть в C, такие как указатели, собственно говоря, практику программирования будет использоваться базовый синтаксис языка Java. Написание функций, ветвление, циклы, создание, использование различных переменных, различных типов, и это все будет сплошная практика, теория, и вы делаете, теория, и вы делаете. И есть надежда, что это будет немножечко более, с точки зрения навыков, более выглядеть грамотно, чем попытка выучить C за 6 дней. Там много элементов, которые сложны и отвлекают просто от умений про программирование. И последний элемент, который в практику был добавлен, это основа объекта ориентированного программирования, потому что, чтобы не оказалось, что как-то после C люди приходят, а им говорят, а тут есть классы, наследование, и у нас там есть, а что такое класс, а что такое объект, чем они отличаются. Вот это тоже мы будем на практику разбирать. Поэтому есть задумка, что это будет более комфортный вариант, если дальше вы идете по направлению объекта ориентированного программирования. Если вы хотите изучить несколько языков, то тогда остается старый вариант C и какой-то дальше уже современный объект ориентированный язык. Тоже набор вполне неплох. Так, вопрос. Опыт работы с ВБА. Наверное, да, потому что вот идти именно согласен. Вот как раз вот это та самая ситуация, в которой народ, когда мы раньше всех отправляли на C и говорили иди научись программировать. Ох, приходил на C, а там все-таки знаете, C достаточно специфичный язык, интересный, конечно, если ты на нем работаешь, на тебе все приятно и интересно. А так вот, конечно, он немножечко тяжеловат. Поэтому да, 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 да. Да, вот спасибо, что вы для всех скинули, потому что это правильно. Спасибо. Потому что действительно получается, что вот этот курс немножко силам не вказ. А вот этот курс базовой конструкции разбирается и понимание объекта, это работа с объектом. А дальше уже Java, сам язык весь полностью, мы все равно на курсе Java, неважно, человек приходит сам, приходит C или с практиком программирования, который был на Java, на курсе Java мы изучаем только весь язык, первый уровень Java, только сам язык, весь полностью. и дальше уже практика самостоятельной практики, практики, практики. Вот такая задумка. Поэтому, скажем, немножечко нужно было этот курс осветить практику программирования. Так, ближайшие занятия по этому курсу начнутся 22-го. А дальше можно на нашем сайте специалист практику программирования найти, посмотреть, в менеджер, позвонить, узнать на названии практики программирования. Так, если есть вопросы, пишите. У меня большая просьба сейчас сразу не отключаться, потому что у нас много подключилось, а я так и не смог отметить. Но запись я, наверное, все-таки... Нет, запись пока не буду выключать. Запись не буду выключать. Так. Так, Петр отметил. Сергей. Отметил. Виктор. Без фамилии не отмечу. Не знаю. Просто не смогу найти. Если напишите, я отмечу с удовольствием. А так будет тяжело. Все тогда. Если так, ваше мнение Гоу, очень сложно мне здесь мое мнение высказывать, понимаете, да? Просто так рассуждать на то, что я не представляю, не знаю. Я знаю, что это язык для браузера, скажем так, разработка, и что он используется, и что у нас он читается. Но я иду по веточке классического программирования C, Java, и немножко в сторону я ухожу, у меня буквально в сторону есть только язык, пока один это R, статистика, а так у меня все больше классика, к сожалению. К сожалению, нет. язык Kotlin. Вы знаете, тоже интересно это направление, я про него смотрел. Если брать платформу Java, там существует как бы два направления на этой платформе. Кто-то сказал, ну что такая Java сложная, давайте что-нибудь попроще сделаем. Все-таки пользователям простота, это же важно. И они вот сделали вот этот вот язык Kotlin. Я думаю, что да. Думаю, что да. А вот там есть второе альтернативное направление. Вы тоже посмотрите, не забывайте, потому что ведь есть те, кто считает, что Java слишком простой язык. И поэтому была разработана версия с более мощными возможностями. Это Scala. Поэтому, знаешь, как это. На платформе Java каждый может пойти той дорогой, какую ему хочется. Хочешь проще, хочешь сложиться. поэтому есть интересные возможности. Но самое умное, что сделали авторы, которые создали Kotlin и Scala. Но про Kotlin я не могу так четко сказать. Я могу сказать, что вот я со Scala работал, но она же базируется чисто на Java. То есть весь движок, вся библиотека и дальше уйдет настройка. И это очень мудро. Они не переписывали, не дублировали. это очень мудро. Изыкар читается, и мною читается. Да. Да. Тоже. Ради Бога. Так. если есть еще вопросы, пишите. А так мы на этом завершаем. Всем спасибо. Всем успехов. Буду рад нашей встрече на любом курсе. от основ программирования до Java третий уровень. С преимуществом недостатки C Java визуально очень похоже. Вы знаете, здесь есть преимущества недостатки. У C Sharp сейчас активно развивается. Почитайте, посмотрите направление .NET Core. Это кросс-платформенная версия библиотеки .NET, которая работает под несколькими операционными системами. Списать найдете на их официальной страничке Windows, Linux, Macintosh. Это достаточно перспективно. И здесь есть очень один тонкий момент. Дело в том, что Microsoft выпустив первую версию .NET в 2000 году, к 2010 конечно уже осознал какие-то проблемы и удачно архитектурные решения. Да и сам язык C Sharp который используется при написании много чего на этой платформе он тоже получил дополнительные возможности. Там есть начиная с 2010 года большой раздел оптимизации как более эффективно писать код и так далее. И вот исправив конечно хотелось бы взять и исправить все проблемы и написать более эффективный код. Но если у тебя есть огромная библиотека вот так просто взять и переписать посмотрите на джаву они это пытаются сейчас оптимизировать но очень идет не спеша. А Microsoft выкропился они создали еще одну версию библиотеки у них есть классическая дотнет есть дотнет кора которые они по сути создавали с нуля и там они учли все ошибки учли все новые возможности и это очень перспективное направление дотнет кора очень перспективное на сегодняшний день там есть уже разработка веб-сайтов сейчас они работают уже есть работа с базами данных кроме всех базовых возможностей сейчас они работают над пользовательским интерфейсом и тогда это будет по сути очень мощным сейчас пока еще ждем от них курсов они пока только сделали по этому дотнет кора Microsoft акциальные курсы мы читаем это разработка и вот ожидается курс по базам данных в первую очередь потом еще может быть через годик пользоваться интерфейс а к сожалению Microsoft не справляется например курс по C-Sharp как они последний раз обновляли 10 лет назад ну что ж я надеюсь что они это тоже сделают потому что пора пора уже пришла хотя в конце концов что их ждать я уже лет 5 читаю авторский по C-Sharp так в C-Sharp больше возможностей всяких наворотов чем Java там проще вносить изменения проще проще скажем так кардинально менять и они это делают макрософтовцы Java сейчас пытается нагонять тоже стал активнее внедрять улучшать свои платформы какие-то новые введения внедрять но пока это все немножко происходит медленнее так слышал очень много хорошего про NetCore при этом Java сообщество да 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 я вот был на какой-то конференции там уже достаточно давно там прям так и писали кричали стремленно порвем мы всех там было посвящено в том числе Microsoft порвем мы все через год-другой ну посмотрим тогда еще не было DotNetCore третьей версии Гладок вторая может быть да и да и DotNetCore это open-source проект весь мир работает это очень важно это очень важно Oracle тоже отдала на откуп на open-source очень много частей из инфраструктуры потому что она не тянет одна конторка когда она не была это невозможно поэтому это все на open-source на open-source так что да DotNetCore очень очень интересное управление здесь я не использовал DotNetCore в этом примере но в принципе для нас это было бы вообще не принципиально но курс по C-sharp я веду на DotNetCore так хорошо кого я смог я отметил нажать на кнопочку сохранить все тогда если еще вопросы пишите если нет мы на этом тогда завершаем и прощаемся все всем спасибо запись отключаем успехов встретимся на курсах субтитры